Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами долгожданный выпуск, мы говорим на тему колясок. Для тех, кто меня впервые посетил, меня зовут Дация, и я мама 7-месячного малыша по имени Рэм. И сегодня мы будем говорить о колясках, а точнее, как выбрать коляску, как не допустить ошибок, и что нужно учесть при выборе своей идеальной коляски. Когда я была беременна, я к этому вопросу подошла как-то очень уж просто. Не знаю, то ли беременный мозг, то ли, в принципе, факт того, что это был мой первый малыш, и я ничего не знала о колясках, совсем не была знакома с тем, что нужно учесть при покупке коляски. Поэтому я обратилась к своим подругам, к девочкам, у которых у одной было двое детей, у второй уже трое, и спросила девке, какую коляску брать. Естественно, их совет для меня был золотым, потому что я была уверена, у этих опыт есть, поэтому они плохого не посоветуют. Так вот, посоветовали они мне взять коляску 3 в 1, и я ее успешно приобрела, и, в принципе, бед я не должна была знать. Но не тут-то было. Я поняла, что на самом деле для себя совершила ошибку. Во-первых, потому что не изучила вопрос. Во-вторых, потому что просто доверилась совету подруг, и не знала, какие коляски бывают, и какую лучше стоит брать для меня и для нашей с мужем ситуации. Но давайте обо всем по порядку. Какая ситуация у нас сегодня? Сегодня, как я уже сказала, моему малышу 7 месяцев, и сейчас я понимаю, что вот эта коляска, которой я пользуюсь, она меня раздражает просто жуть, и я хочу от нее избавиться. То есть я хочу ее заменить на новую коляску. И поэтому для себя я составила список тех моментов, которые я понимаю, что я должна для себя учесть, исходя уже из того опыта, который у нас есть. Это коляска литовского производителя Тутис и линейка Mimi Style. То есть эту коляску я использовала с самого-самого рождения малыша. Она была 3 в 1, она имела люльку, прогулочный блок, вот именно этот, который у нас сейчас установлен, в котором мы катаем малыша уже 6 месяцев, и автокресло, которое также входило в комплект. И для меня, услышав о том, что здесь есть абсолютно все, в тот момент было просто великолепием, потому что я понимала, что ничего другого мне больше покупать не придется. Первым пунктом в моем списке, как выбрать коляску, это определить свои потребности и определить свой бюджет. Со вторым пунктом у меня проблем не было. Я, когда покупала эту коляску, я для себя решила, что коляска наверняка не тот случай, когда я хочу тратить много денег. И я решила, что я куплю среднего сегмента коляску местного производителя, потому что он уж наверняка знает наш климат, наши дороги, и коляска будет идеальной именно для нашего климата. Это первое. И второе, я считала, что нет необходимости покупать дорогущую коляску, потому как мне автоматически показалось, что если коляска стоит там 70-80-100 тысяч рублей, то это просто модная какая-то коляска. И мне сразу представлялись коляски, которые я видела на улице отделанные кожей, и я подумала, что это какая-то глупость, которая не нужна абсолютно новорожденному малышу. Поэтому дорогую коляску покупать я не буду, и мой бюджет около 30-ти, максимум 50-ти тысяч рублей. Второе. Потребности. Вот это я никак не учла, просто потому что мои подружки мне об этом не говорили, и я это просто не знала. Что значит потребности? Потребности в коляске означает учесть все-все ежедневные обстоятельства, в которых я буду пользоваться этой коляской. Ну вот, например, потребность – это коляска, которая будет компактно складываться. Почему? Потому что мы живем в здании, в котором нет колясочной, и, следовательно, мы должны коляску хранить дома. И вот в таком виде разобранном она занимает очень много места. Второе. В нашем доме есть два больших лифта и два маленьких лифта. Поэтому моя коляска должна быть достаточно компактной, чтобы ее закатить в маленький лифт. И также учитываю то, что у нас, например, внизу в парадной, нужно преодолеть четыре минимум двери для того, чтобы выйти из здания или в него же зайти. И, не знаю почему, но мне кажется, что любовь строителей, как минимум в России – это пороги. И чем больше порог, тем лучше и качественнее, очевидно, считается дом. Потому что в нашем доме пороги, они просто как ступени. И с этой коляской я должна переваливаться через эти пороги, как я сказала, минимум четыре раза. В ближайшем будущем мы планируем покупку второго автомобиля. И я уже для себя знаю, что я хочу внедорожник. Он, скорее всего, будет городским внедорожником, то есть такой джипик среднего размера. Но в то же самое время я буду обязательно смотреть на вместимость своего багажника. Сейчас мы ездим на седание. И когда мы помещаем в багажник шасси от коляски, в салон мы помещаем люльку, либо прогулочный блок уже. И плюс ко всему, также в машине находится автокресло. И если вот этот весь комплект поместить в машину, посадить в автокресло малыша, самим присесть, то в машине места больше нет ни на что. Следовательно, я понимаю, что я обращу внимание обязательно на то, насколько компактно складывается, во-первых, само шасси, насколько легко снять колеса, и также, насколько легкое само шасси, потому что когда я ежедневно поднимаю и опускаю эту коляску без люльки или с люлькой, то, конечно же, это становится большой-большой болью, если вес коляски большой. Опять же, особенно в том климате, в котором живем мы сейчас. А это Санкт-Петербург. Я, кстати, намеренно не помыла вот нашу коляску, прикатила ее на нашей подставочке, которую мы специально используем для парковки коляски в доме, собственно, чтобы вы видели, насколько грязная моя коляска. И это как раз-таки одно из обстоятельств нашей ежедневной жизни, которое следует учесть, потому что здесь нужно понимать, что эта коляска, скорее всего, постоянно будет грязной, она будет пачкать одежду, она будет пачкать машину, она, в конце концов, будет пачкать пол и, конечно же, мамины руки. Поэтому здесь нужно понимать, во-первых, в каком цвете мы эту коляску берем, ну, чтобы как минимум она грязная, не смотрелась уж очень неопрятно, ежедневно маму не раздражало. И также нужно смотреть на то, как я уже говорила, легко снимаются колеса для того, чтобы их помыть. Еще одна потребность – это, конечно же, вид коляски. Здесь очень важно понимать, сколько в семье малышей, какого возраста эти малыши, и как мама планирует пользоваться этой коляской. Для себя сейчас, выбирая новую коляску, я понимаю, что моему малышу сейчас уже 7 месяцев, и у меня нет необходимости покупать люльку, поэтому мне нужна, в принципе, коляска-прогулка. Но в ближайшее время, а это следующий год, мы планируем работать над тем, чтобы завести второго малыша. И я действительно для себя знаю, что вопросом коляски я больше никогда не захочу заниматься. Поэтому для себя по этой потребности я рассматриваю двойные коляски, или коляски для погодок. Трансформеры. То есть, ты покупаешь коляску, изначально ей пользуешься как одинарной коляской, и потом уже, когда появляется второй малыш, эта коляска имеет возможность вырасти, либо добавить люльку к прогулочному блоку, и таким образом мама может катать сразу двоих малышей. Так вот, это, наверное, самая большая потребность на данный момент для меня. Я понимаю, что мне нужна коляска-трансформер, которую я переделаю в коляску для погодок. Второй пункт, который обязателен к исполнению, это просмотреть топовые компании, топовые производители колясок, которые существуют. Сегодня в мире Ютуба это сделать очень и очень легко. Просто вбивайте в поисковик топ колясок 2019-2020 год, не важно, и вы можете найти огромное количество разных магазинов и производителей, и, в принципе, ютуберов, которые составляют топы и списки этих колясок, и вы можете познакомиться с тем, какие коляски на рынке существуют, и на какие из них нужно обратить внимание. Также можно в поисковике вбивать топ колясок по виду колясок. Вот, например, если я уже для себя знаю, что мне нужна коляска-трансформер, то есть для погодок, я вбиваю лучшие коляски-трансформеры для погодок 2019. То есть я не буду искать лучшие коляски для новорожденного или просто лучшие прогулки. Я сразу вбиваю двойные коляски для погодок. Для себя, опять же, вы смотрите по вашей ситуации. Если вы впервые планируете стать мамой, то, конечно же, вы вбиваете лучшую коляску для новорожденного. И следующий пункт, это обязательно поехать в магазин или, в лучшем случае, несколько магазинов для того, чтобы покатать эти коляски. Я сделала ошибку в первый раз. Я поехала в один монобрендовый магазин компании Тутис, или, точнее, к его дистрибьютору в Риге. И я просто прокатила несколько колясок их производства там в магазине. И поняла, что да, вроде бы катается легко, вроде бы все удобно, цвет мне нравится, материал хороший, шасси такое хорошее, тормоза. Все-все-все посмотрела, сумка также есть. И была всем довольна. И тут же купила ту коляску, которая мне понравилась просто больше всего из тех колясок, которые там были. Но это очень большая ошибка. Потому что, когда я уже гуляла с этой коляской и попробовала прокатить колясочку своей подруге, у нее, кстати, Annex Sport, то я была удивлена, насколько отличается маневренность колясок. Эта коляска по сравнению с Annex тем же самым, она катается как корыто. Ну вот серьезно, ей очень сложно маневрировать и она очень тяжелая. Я из тех мам, которая все свое носит с собой. И всегда моя сумка полная вещей. И поэтому, когда вот этот вес добавляется, маневрировать этой коляской просто невозможно. Но если бы я поехала в несколько магазинов, особенно мультибрендовых магазинов, для того, чтобы попробовать покатать одну коляску, вторую коляску, третью, четвертую, я бы уже поняла по ощущениям, какая коляска мне больше всего подходит. Какая коляска легко катится, а какая коляска катится тяжело. Особенно, опять же, учитывая обстоятельства моей жизни и вот здесь, в Санкт-Петербурге, бордюров, ровно так же, как и порогов в доме, их огромное количество. И та же самая история. Чем выше бордюр, тем лучше, по-моему, дороги. И вот прокатить вот эту коляску по всем бордюрам, порогам, да и, в принципе, просто маневрировать ею, это сущий ад. Помимо магазина, пожалуйста, девчонки, пробуйте коляски под рук. Вот подходите к любой подруге или знакомой, которая катает своего малыша и просто попробуйте покатать колясочку. Ту вторую, пятую, десятую, это тоже вам поможет сделать свой выбор в пользу лучшей коляски. Когда вы просмотрели топы, когда вы были в магазине, когда продавцы вам объяснили все преимущества разных колясок, и вы уже, ну, плюс-минус, например, для себя определились, что вот пять колясок, они для меня подходят больше всего. Если вы видите на улицу женщину с этой коляской, и вы уже эту коляску распознаете и знаете, что, о, вот эту коляску я для себя рассматриваю, пожалуйста, не стесняйтесь и подходите к маме и попросите разрешения испробовать покатать ее коляску. Вот серьезно, я сейчас ровно так поступаю. Если в парке я вижу маму, которая ходит с двойной коляской, я тут же к ней подлетаю, я извиняюсь, объясняю ситуацию, объясняю, что я не сумасшедшая, и просто спрашиваю у нее, довольна ли она своей коляской, какие у нее плюсы-минусы, насколько ей удобно ее хранить, складывать, грузить в машину, катать, маневрировать и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все вопросы, которые важны для себя уточнить в выборе коляски, я задаю маме на улице. И я вам скажу, что в большинстве случаев мамы с удовольствием рассказывают о том, как они живут со своей коляской. Почему? Во-первых, потому что, когда мама с ребеночком гуляет, как правило, прогулки длительные, и ей просто тупо скучно, это раз. Во-вторых, мамы, которые воспитывают своих малышей, они просто жаждут общения и, в принципе, чувствуют себя полезной и важной, когда кто-то просит у нее совета. И, конечно же, когда ты можешь посоветовать и рассказать о своей коляске, ты уже чувствуешь себя неким экспертом, что ты знаешь, что ты делаешь, и ты можешь человеку подсказать. Поэтому не стесняемся и действительно подходим к мамочкам на улицах и спрашиваем, как им нравятся их коляски, довольны ли они своей покупкой. И если вы спрашиваете, неважно, у мамы на улице, либо у подруги, всегда задайте вопрос, купила бы подруга эту же коляску сейчас, зная, какая она в употреблении, или она, может быть, выбрала бы какую-то другую коляску. И тут, услышав ответ, вы точно поймете, стоит эту коляску покупать или нет. Но, опять же, на 100% не принимайте совет подруги, либо мамочки на улице, просто потому, что здесь нужно также учитывать все-таки, что она может жить в другом доме, в другом районе, у нее потребности ежедневные могут быть разные. И это тоже нужно тогда учесть. И плюс ко всему, нужно обратить все-таки внимание на стиль жизни, образ жизни человека. Склонен ли он, например, потратить больше денег на какую-то качественную брендовую вещь? Или все-таки это мама, которая более практична и не считает нужным тратить большое количество денег на дорогую коляску? Ну, может быть, даже бюджет не позволяет, и мы, в принципе, рассматриваем только, например, средний сегмент. Вот это тоже очень важно, потому что, если вы, например, как я, Шикабаба, просто люкс-люксовый, я, если деньги есть, я готова потратить хоть три тысячи евро на коляску. Мне реально не жалко, если это хороший продукт. Я фанат качества, и я за это заплачу практически любые деньги. Ну, были бы они только в кармане. Но также есть мамочки, которые скажут, да нафига это надо? Ну, блин, покупаешь коляску за 30 тысяч и норм. Ну, ты же реально 7 месяцев откатала ребенка, откатала, значит, все окей. И если подруга или мамочка на улице, которую вы спрашиваете о ее коляске, и вы представители этих двух разных лагерей, то вы точно не сойдетесь. Пятое. Если есть возможность, пожалуйста, арендуйте коляску, которую вы выбрали. Это очень крутая возможность, особенно в России, в Санкт-Петербурге. Этот сервис доступен очень-очень широко. Если приближается дата рождения ребенка, не обязательно бежать и тут же покупать коляску. Вы просто можете на недельку-вторую арендовать эту коляску и ее прекрасно покатать. И уже, поверьте мне, через неделю вы поймете, стоит эта коляска того или нет. И вы точно сможете ее спокойненько купить или заказать. Следующий пункт также относится, на самом деле, к пункту советов. Если вы смотрите онлайн, в магазинах, свои модели колясок и уже определили несколько, пожалуйста, читайте отзывы и не игнорируйте негативные отзывы. Если в случае одной коляски негативный отзыв один и тот же проскакивает несколько раз, пожалуйста, не игнорируйте этот отзыв, потому как это, скорее всего, правда, и у этой коляски присутствует тот или иной минус. Ну, например, вот моя подруга, когда покупала свою коляску Annex, у нее Annex Sport, она мне говорила, что, черт возьми, я когда читала отзывы, я видела, что несколько человек писали о том, что прогулка в этой коляске ужасная. Но я проигнорировала, потому что по всем остальным коляска классная, мне она подошла по бюджету, и я знала, что я ее хочу. Так вот сейчас, когда она катает своего 6-месячного малыша в этой прогулке, она просто проклинает все на свете, потому как вот эта опора для ножек, она настолько низка, то есть она не поднимается так высоко, как на моей здесь, и малыш просто выскальзывает из этой коляски. Он у нее еще очень активный, и вот она на прогулках мучается очень сильно. Поэтому никогда не игнорируйте негативные отзывы. Если вы один и тот же отзыв увидите постоянно в случае коляски, то спросите о нем в магазине у продавца. А в идеальном случае, если вы пойдете в несколько магазинов, то спросите у нескольких продавцов про этот минус. Седьмой пункт, я уже упомянула, это маневренность коляски. То есть всегда пробуйте и сравнивайте, насколько легко маневрируется эта колясочка. Крутятся ли передние колеса? Это тоже очень важный момент, потому что если, например, вы хотите купить классическую коляску, такую как инглизина, она не имеет поворотных колес, это может быть неудобно в употреблении. А если вы покупаете более модерновые варианты, то, конечно же, здесь будут поворотные колеса, и они могут фиксироваться для прямого хода, если нужно преодолеть бордюр или какие-либо другие препятствия. Ну и, собственно, здесь можно уже играть и так, и сяк. Но очень хорошо, когда эта функция все-таки в коляске восьмой пункт, я уже упомянула в самом начале, это компактность шасси. Как складывается коляска? Как она будет стоять в доме припаркованная? Насколько она много или мало места занимает в автомобиле? Какой у вас автомобиль? И вот это все нужно проверить уже в магазине перед покупкой. Также учитывайте, какой у вас дом, какой у вас подъезд, сколько дверей в этом подъезде, какой лифт, какая дверь у вас в доме, где в доме вы будете парковать эту коляску, для того, чтобы понимать, насколько компактной или наоборот большой она для вас может быть. Также нужно учесть размер и материал люльки. Например, если вы часто отправляетесь в поездки на автомобиле, то очень и очень важно иметь компактную люльку. А компактная люлька она будет только тогда, когда днище люльки оно не будет пластмассовым, но в свою очередь оно будет из материала. Таким образом, чтобы эту люльку можно было привести в абсолютно плоское положение. В свою очередь, если вы не путешествуете на машине и вам не принципиально, чтобы люлька была маленькой или, может быть, у вас большой внедорожник, то, конечно же, для вас этот момент не является приоритетным. Дальше, прогулочный блок. Очень важно обращать внимание на прогулочном блоке, потому что период времени, когда вы катаете малыша в прогулочном блоке это 6 месяцев и это самый, мне кажется, активный период, когда малыш порывается присесть, привстать. Здесь очень важно понимать, сколько шагов наклона спинки, насколько хороша как раз-таки вот эта опора для ножек, как крепятся специальные крепления, как крепятся ремни, возможно ли поместить конверт зимний в эту люльку, поместится ли вообще малыш в зимней одежде и в конверте в люльку. Вот эти все-все моменты обязательно нужно уточнить в вопросе прогулочного блока. Если еще вернуться к шасси, то здесь есть также парочка дополнительных моментов, которые обязательно нужно учесть. Первое это амортизация. Насколько хорошая амортизация на ваших колесах и также может ли эта амортизация регулироваться. Помимо этого покрытие самой коляски вот это очень важная вещь. В нашей должна сказать это не самый ужасный момент, но я знаю, что опять же у моей подруги с Анексом большая проблема, потому как каждый раз, когда ты ее складываешь и раскладываешь, царапается поверхность шасси и это все очень-очень видно, особенно на черных шасси. И коляска очень быстро приходит в такой непотребный вид, что на самом деле даже стыдно с ней по улице ходить. Ну кажется, что ты купила какое-то дешевое-дешевое некачественное и в общем ну мама уж точно не рада такому внешнему виду коляски. Также нужно учесть какого типа колеса надувные или гелевые резиновые потому как особенно если в вашем городе или в вашем районе плохие дороги здесь нужно учесть, что колесо может повредиться, вы можете просто-напросто его проткнуть. И тут важно понимать, что произойдет. Дойдете ли вы до дома, нужно ли покупать резервные камеры, например, нужно ли в сумке иметь обязательно насосик ручной для того, чтобы заменить камеру, например, и накачать колесо. Это очень важный момент, особенно если мама гуляет одна, без папы. Также сумка. Наличие сумки для покупок или вещей малыша. Здесь нужно обратить внимание, и даже в магазине, когда вы будете катать свои коляски, покрутите колеса и проверьте, не трется ли колесо о сумку. Вот поместите туда, например, рюкзак, и посмотрите, что будет происходить с сумкой. Моя сумка просто кошмарная. Она здесь снизу вся грязная, просто потому, что когда ты кладешь туда вещи, колеса передние проворачиваясь, они трутся об эту сумку. И, конечно же, она очень-очень низко прилегает к земле, и особенно, опять же, если ты преодолеваешь бордюры, то смотрится это все очень-очень плохо. Плюс ко всему, эта сумка не сильно-то прочная, или, по крайней мере, крепление этой сумки не сильно прочное. У меня уже несколько раз болт, который держит эту сумку на шасси, просто-напросто вываливался, и сумка висела вот сама по себе. И волоклась вместе со мной по дороге. Поэтому нужно было ее снимать, стирать, чинить и опять прикручивать уже, как я говорила, несколько раз. Система тормозов. Также здесь обратите внимание на кнопку системы тормозов. Не будет ли эта кнопка портить вашу обувь? Важно, чтобы тормоз включался сверху, и также снять тормоза. В идеальном случае вы сможете, нажав сверху. Не так, чтобы обувь прилегала к рычагу тормоза снизу. Поцарапайте обувь в 3 секунды. Также нужно обратить внимание на материалы коляски. Подходят ли они вашему климату? Это очень важно. Вот, например, в Санкт-Петербурге у нас очень ветрено, холодно, огромное количество осадков, поэтому здесь мне очень важна защита от дождя, защита от ветра, дождевики, и, в общем, чтобы сам материал был достаточно прочным, чтобы выдержать все эти погодные условия. Если вы коляску заказываете онлайн, то, пожалуйста, проверьте условия возврата самой коляски и условия возврата денег, потому как иногда в отдельных магазинах это может стать большой головной болью. Если, проведя свой ресерч, вы понимаете, что вы мечтаете прямо о дорогущей коляске, которая выходит за рамки вашего бюджета, пожалуйста, рассматривайте вариант БУ, просто пользованных колясок. На том же самом Авито есть огромное количество колясок, которые в магазине стоят 70, 80, 100, 130, 150 тысяч, но на Авито можно их купить за значительно меньшие деньги, просто потому, что предыдущие хозяева решили ей не пользоваться, может быть, они понимают, что у них, там, я не знаю, есть другая коляска, которую они хотят купить, или им подарили, например. То есть, тот факт, что человек продает свою коляску на Авито, либо в другом месте, где продаются пользованные вещи, абсолютно не означает, что вещь испорчена, заюзана, грязная, плохая и так далее, и так далее. Да, скорее всего, придется поездить несколько раз и поискать, но свои жемчужины там 100% можно найти. И последний, самый важный момент, который я рекомендую учитывать, это, опять же, коляска в 3 в 1, и ни в коем случае не возить ребенка в автокресле, которое идет с коляской 3 в 1, потому как вот такое автокресло, которое, например, шло в комплекте моей коляски, это просто, тупо, тазик. Качество здесь оставляет желать лучшего. Во-первых, здесь сверху вот это просто материальчик, достаточно прозрачный и легкий. Дальше, если вы его снимаете, это просто такой тоненький тазичек. Давайте для интереса снимем чехол и посмотрим. Во-первых, здесь вы видите, что нет дополнительного никакого суппорта для головы малыша, то есть двойной внутренней подушки, которая присутствует, собственно говоря, в дорогих автокреслах. И вот, разобрав это автокресло, мы просто видим, что это обычная пластмасса и это очень легкий, непонятная конструкция тазик. Также следует уточнить, проходит ли автокресло дополнительные краш-тесты. И я вам гарантирую, что практически все коляски, которые имеют автокресло в комплекте, они не имеют сертификата дополнительных краш-тестов. А что означает, что это автокресло, оно выполнено по самому минимуму требований и оно действительно некачественно и небезопасно для вашего малыша. Начиная от пластика, из которого сделано это автокресло, скорее всего, при ударе оно просто рассыпется в осколки. А осколки, вы сами понимаете, острые и очень-очень опасные. Заканчивая в принципе амортизацией, способностью поглощать удар, защищать головушку и так далее, и так далее. Это вот стопроцентный мой совет всегда покупать автокресло отдельно от марок, которые во всем мире считаются качественными, лидирующими, у которых есть огромное количество тестов и проверок на их автокресло и которые действительно будут безопасными для вашего малыша. Мы свое автокресло уже заменили, поэтому этот тазик отправляется на покой. Это все, наверное, моменты самые-самые главные, которые я вот прям ах, если бы только я их учла, когда в первый раз покупала свою коляску, но, к сожалению, я их не учла, учусь на своих ошибках и сейчас, когда я планирую заменить свою коляску, я обязательно буду учитывать вот весь этот список, который я для себя, ну и в этом случае для вас, также составила. Свою коляску я менять буду весной, так как у нас сейчас зимний период из Санкт-Петербурга, как я уже говорила, погодные условия это полный кошмар, то я не хочу покупать свою красивую двойную коляску для погодок вот именно в эти погодные условия. Я уже добью эту и весной, когда выйдет солнышко, появится зеленая травушка, я приобрету свою идеальную коляску. Ну а для девочек, которые писали мне в директе и также в комментариях просили совета, как выбрать свою коляску, для вас, девчонки, сегодня мы отправимся в магазин для того, чтобы пройтись вот по моему этому списку, покатать несколько колясок и уже на примере моих потребностей и той коляски, которую я для себя присмотрела, вы также могли сделать выводы, посмотреть и, может быть, уже какие-то моменты для себя отметить на тот случай, когда вы уже поедете сами смотреть вашу идеальную коляску. Как я уже сказала, значит, мы берем коляску для погодок. Для себя, лидерами колясок я определила Бугабу Донки, коляска-трансформер из одинарной переделывается двойную и Аппо Бэйби Виста. В моем списке до этого был Бэйби Джоггер, Джулс, Инглизина та же самая, но остановилась я на двух, Бугабу и Аппо Бэйби Виста. Поэтому поедем сегодня в магазин, в котором они присутствуют на месте. Я, кстати говоря, поеду протоптанной легкой дорожкой и мы с вами поедем в магазин Лапси. Просто потому, что там, во-первых, выбор колясок очень и очень велик. Во-вторых, мы, когда покупали у них автокресла, то менеджеры компании были очень-очень благосклонны и они разрешили мне в магазине снимать весь этот процесс. Следовательно, есть у меня шанс, что и с колясками произойдет все то же самое. Я, конечно же, не буду говорить, что коляску я не покупаю и все это во благо, во благо народа, что мне нужно девчонкам показать, как я выбираю коляску и какие советы я могу дать. Но, да ладно, ничего страшного, я думаю, что менеджер компании на меня не обидится. Так, крошек мой там сильно уже с папой нервничают, поэтому мы побежали собираться и увидимся с вами уже в магазине. Под этим видео обязательно пишите мне комментарии, свои вопросы или, может быть, ваши самые ценные советы, которые вы можете дать и мне при покупке моей следующей коляски и также девчонкам, которые тоже планируют свои коляски купить. Ну, а я побежала. Блин, девки, я реально ненормальная. Когда вижу эти коляски и все это детское барахло, у меня реально давление подскакивает. Бедный мой Арсик. Мне кажется, он когда видит, что я захожу в магазин, на него тоже давление подскакивает. И ножки подкашиваются, потому что он знает, что я, дай мне волю, я куплю все. Сейчас пойду спрошу. Здравствуйте. Мы к вам пришли колясочки посмотреть. Не против, если я сниму? Мы для YouTube, да? Ой, супер, спасибо. Так, куда Арсик и жил? Пожалуйста, помощь обращайтесь. Да, мне обязательно нужна будет помощь, потому что я, в общем-то, со своей коляской, которой я сильно недовольна, и мне нужно ее заменить. А заменить я хочу ее на двойную сразу. Но двойная мне понадобится только через годик. В общем, чтобы купить одну коляску и больше этим вопросом не заниматься, для будущего второго малыша я хочу сразу двойную. Давайте посмотрим колясочки. Сейчас посмотрим. Так, ладно, перед тем, как мучить менеджера, давайте пройдемся и посмотрим по поводу колясок. Вот у нас тут Mercedes. Эти коляски. Нам они не сильно-то интересны. Cybex. Кстати, вот про Cybex я обязательно уточню. Особо меня интересуют Pream и некоторые их модели. Cybex хороша тем, что у них еще очень качественные автокресла. Вот у Bugaboo Chameleon и Fox. Это одинарные коляски, которые как раз-таки решают все проблемы, о которых мы говорили дома. Ну ладно, о них потом. Вот. Красота. Двойная Bugaboo. Так она выглядит, когда она в собранном виде и одинарная. Так, что тут еще у нас есть? Так, так, так. McLaren. Ну, McLaren. Это ребята изобрели коляску. Трость. В общем, за легкой прогулкой это к ним уж точно можно обращаться. Так, та же самая Аппо Бэйби. Вот она, двойная красота. Так, что тут еще есть? Валка Бэйби. Ну, у Валка тоже есть двойная, но она меня не сильно интересует. Бритакс. Вот он, Бритакс. Инглезина. Классическая колясочка. Ну, это для мамочек, которые предпочитают классическую, красивую такую колясочку. Здесь нужно учитывать, что передние колеса, они не поворотные. И вместо сумки внизу корзина. Не знаю, для питерской погоды, конечно, это не совсем то. Я вот прям представляю, как мой рюкзак и все вещи, которые я туда кладу, они прямо грязные. Потому что Питер осенью да и зимой это просто до свидания. Ну, да ладно. Так, что у нас еще? Дуночка моя любименькая. Так, ну, тебя я тоже как-нибудь куплю. Так, ну что, давайте пробовать Афа Бэйби. Ух, какая она легенькая. Слушайте, это вообще что-то с чем-то. Она двойная. Ну, понятное дело, что без детей и без сумок, но она в 10 раз легче, чем мой этот трактор. Одним пальцем. Класс. Очень круто. Почему я рассматриваю по Бэйби? Просто потому, что она вот такая вот легкая и маневренная. Это очень-очень круто. Так, сейчас мы уточним по поводу всех ее плюсов. А расскажите нам про плюсы-минусы. Смотрите. Вот две эти коляски двойные. В принципе, по ширине она 75 сантиметров. То есть, если вы покупаете ее для погодок, со временем, когда второй ребенок вырастает, один блок снимаете, убираете, сдвигаете, получается обычная коляска в 60 сантиметров. А вот такая коляска, она тоже 60, да? Да, в принципе, да. По размерам, чтобы в лифт попасть. А по Бэйби хороший вариант, но ширина ее уже 65 сантиметров. То есть, она больше, чем в бугабу в сложенном виде? Нет, не в сложенном виде, а именно размер колес под лифт. Например, не у всех лифт позволяет войти со коляской шириной в 60 сантиметров. Она очень широкая. Ну, я поняла. Но у нас в доме два огромных лифта, поэтому конкретно для нас это, в общем, не проблема. Слушайте, ну она очень легкая для такой огромной коляски. Она из самых легких моделей двойн, у которых самые большие легкие по размерам. Круто. Это очень круто. А давайте попробуем малыша посадить в одну и в другую. А что, кстати, с размером вот этой прогулки? Ну, конечно, у двойни прогулочный блок он резанный по ширине. Естественно. Он смотрится очень маленький. Она, понимаете, не может быть полноценной. Если она будет полноценной, то у нее ширина будет 100. И тогда с ней совсем никуда. Стандартно правильной двери 80 сантиметров. Здесь она получается 75. Слушайте, а что зимой делать? Вот у меня вечный вопрос, когда малыши в комбинезонах. Пожалуйста, покупайте конверт, покупайте не овчину, которая съест очень много места, а покупайте пуховую. И все. Опа! Пойдем попробуем. Подъездим мы с тобой две зимы, Кроша. Кроши! Так, ой-ой-ой, крошечка нечет. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, лось. Садись. Тыдыщ. Ну, как тебе, малыш? Сколько вам сейчас? Шесть месяцев. Ну, прекрасно. Вот смотрите, раз зима, и, в принципе, вторая зима полностью в прогулке без проблем здесь отъездить. Уже в конверте и в комбинезоне. Ну, мне, конечно, очень нравится вот именно в Бугабу, несмотря на то, что здесь мы, наверное, жертвуем немножко как раз-таки габаритами, что она шире, чем та же сама по Бэйби, потому что это очень компактно выглядит. Но мне здесь нравится, что я вижу обоих малышей. Мне не нравится вот в обычных двойных колясках, что один малыш, он всегда где-то за стенкой, то есть его не видно. И в Аппо Бэйби я не сильно-то понимаю, почему всегда на всех картинках, где бы я не видела вот двойную эту висту, да, висту, люлечка с новорожденным, она внизу, то есть, грубо говоря, когда мама гуляет, я вижу малыша большого, а новорожденного я там вижу. Я делаю желание того, чтобы ребенок маленький, люлечка, он все время спит, да, ему не нужно столько внимания, сколько вот большому ребенку. А, то есть наоборот получается, да? Получается, что тот, он маленький, он спит, в принципе, вы там, ну, соску нададите максимум больше от него, а потом он маленький. А вот большой, как раз, требует больше внимания, чем вот маленький. А если, например, ты по парку гуляшь, тебе нужно там памперс поменять? Нет, правда, это на самом деле для мамы это реальная ситуация. Вот мы, пока была хорошая погода, мы по 5 часов в парках гуляли, и малыша меняли памперс, например, мы меняли всегда в коляске. Например, реальная ситуация, что вот у меня сидит большой мелкий, а второй там, и мне нужно поменять ему подгузник. То есть мне нужно вот это все снимать? Нет, не обязательно, поднимите спинку, пожалуйста. Вот он его поднят, вот у вас подбежонка. Пожалуйста, опускайте, вот у вас доступ. Ну, в принципе, доступ есть. Здесь достаточно много места, чтобы подойти и достать его. Ну, на самом деле, да, я как-то представляла, уже думала вот это снимать, большого малыша на земле. нет, здесь достаточно много места. А расскажите по поводу вот всех этих материалов, потому что в Питере-то у нас погода ветрена. Материал у них влага-водозащищенная, пока не оденете дождевик, материал выдерживает гарантированно там минут 15-20 сильного дождя. Да, дальше одевайте дождевики, ну, либо там сетки, которые тут в комплекте, потому что в какой сезон. Присутствует козрек от солнышка, капюшон достаточно большой, капюшон достаточно глубокий. А что с ветром? Ну, от ветра не так защищена. Если будет, в отличие от Бугабу, в отличие от Бугабу, который имеет максимальный капюшон, который закрывается, здесь, к сожалению, в Бугабе не имеет такого. А, то есть там защита лучше? Ну, это только, да, версия Бугабу, единственная коляска, которая позволяет глубоко опустить капюшон, что в люк, что в прогулке. Так, хорошо. Расскажите мне, пожалуйста, по поводу колес, тормозов и, в принципе, систем всех, которые необходимы в ежедневном употреблении. Потому что, например, вот с этой я замучилась жутко. Она не маневрена, это раз. Во-вторых, ну, окей, тормоза там работают нормально, я так понимаю, что и здесь. Ты сверху нажимаешь, обувь не пачкаешь, да? Нет, к сожалению, в этой модельке, в этой модельке у APO Baby будет тормоз поудобнее. Раз нажали, раз сняли, поехали в бугабу, ее надо будет поднимать. То есть, все-таки снизу поднимать, да? К сожалению, в данке, да, в данке они не сделали. Они только в Foxy сделали более удобный тормоз, как авторучка, нажали, сняли, как вот в APO Baby. Но, что касается маневренности, да, с моделью, которая рядом, конечно, она будет более маневренно, нежели та, которая APO Baby, которая длинная. Почему? Потому что вынос у нее достаточно большой, чтобы легко ее можно было поднять на бордюр, ручку выставляете повыше. А, тяжело ее поднять. Усчитывая, что у вас сидят оба ребенка, имеют достаточно большой вес, вам надо поднять на бордюр, конечно, сапога будет тяжелее. И чем она длиннее, соответственно, тем, извини, пожалуйста. Не обратили на тебя внимания. И чем она, соответственно, длиннее, тем тяжелее будет ее поднять на бордюр. Ну, и, соответственно, вы гуляете, там, вы можете в магазин, конечно, тут габариты, она зачувствует, что она дальше. Она, конечно, длиннее. То есть, я так понимаю, что когда у нас речь о двойной коляске, она, ну, скажем так, сто процентов идеальной она не будет, но из всех разработок, которые есть, делаешь свой выбор в зависимости от своих приоритетов. Узная, где ты живешь, какая у тебя машина, магазины, в которые ты ходишь или не ходишь в них, и так далее. Конечно, идеальной коляске не бывает, выбирайте по своим характеристикам, что вам больше устраивает, то ли в данной модели. Например, вот эта модель, чем хороша, покупайте модель стандартно, два в одном, если у вас погодки, покупайте две пары переходников, чтобы установить одновременно оба блока. То есть вы не покупаете коляску там для погодок или для двойни. Соответственно, старший вырастает, один блок снимаете, да. Ай, малыша поднимаете. Переставляете, переставляете, и, пожалуйста. Получается, у вас обычная коляске. То есть, вы раздельюрки поставили обратно прогулочный блок, получается обычная прогулочка. А что с автокреслами? Ну, там, смотрите, значит, и сюда, и сюда можно будет поставить автокресло Ремер, Макси Кози, Сайбекс, Бисейф, либо Киди. То есть, надо бы просто купить больших компаний, да? Крупные фирмы, да, выбираете. У каждой фирмы очень много разных своих моделей, поэтому тут уже выбираете для своих характеристик, что вас больше устраивает. А я правильно понимаю, что вторая прогулка, которую докупаешь к этой коляске, когда оба малыша в прогулке садятся, она отличается от той, которая в стандарте идет? Ну, не сильно, они отличаются, принципиальная разница будет только в том, что у нее подножка регулироваться не будет. Вот вся разница. А, окей. Хорошо. Такой прям глобальной разницы не будет. Хорошо, а давайте тогда посмотрим еще коляски, которые одинарные. Ну, то есть, грубо говоря, если я планирую брать на одного малыша, те же самые Fox или что у нас еще из Бугабубла? Хамелеон. Хамелеон, например, да. И Сайбекс меня очень интересует. Можно их рядом будет поставить. Две основные модели, которые сравнивают при выборе. Ага. Это Преам? Это Преам, да, третий, который Преам, либо Бугабубл, которая Fox. А скажите, пожалуйста, вот здесь, я так понимаю, что это двойная в сложенном виде, все-таки люлечка, она меньше по размеру? В любом случае, в коляске для двойни люлка будет... Все меньше, да? А до скольких месяцев в двойне получается люлечка? Да, вы знаете, стандартно, 6-8 месяцев в зависимости от ребенка от ребенка. Вот это Саммит Преам 3 и, соответственно, Бугабу Fox. Но это тоже прям одним пальцем? Не обе, конечно, катаются одним пальцем. Разница будет, но не очень большая на самом деле. Разница будет и в весе, Бугабу Fox будет легче по весу. Да? Диаметр колес у Fox будет побольше. Какая она хорошая. Капюшон, видите, глубже закрывает. Если, например, Бугабу, у них опять, как они любят, делают большой капюшон от ветра, от солнца. Он очень большой. Но Саммит сделает стой конкретно. Да, я поняла разницу в этом. Но это, в принципе, у Бугабу характерно. Она, в принципе, я вот когда смотрю, она как тележка такая немного выглядит. Менее изящная, чем, например, Саббекс, но в то же самое время ты понимаешь, что для нашей погоды она вот прям то. Каждый выбирает в сравнении изящности и функциональности. Кому что больше уставить? Кто-то выбирает за счет больше за цвета. Например, Саббекс можно выбрать цвет шаг. Очень красивая. Либо она хромированная будет, либо она будет черная. У Бугабу это немножко ограничено. Она либо серая, либо черная. Но это хорошо, потому что, например, Аппо Бэйби она всего лишь алюминиевая. Но там черного даже нет. Тоже черный и то как-то поинтереснее смотрится, чем алюминиевая. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, вот вы как профессионал, вы знаете все о колясках, я так предполагаю. Вот почему стоит взять, например, подороже, потому что Бугабу она, мягко говоря, сильно не дешевая? Если сравнивать, например, с польскими или той же самой Тути, с которой у меня литовская, с чем они отличаются? Минимальный вес, который может быть. Как правило, да, к сожалению, в нашем городе очень часто встречаешь мам, которые покупают коляски при выборе, например, чтобы подняться до лифта, им нужно поднимать ее по ступенькам. 7 ступенек до лифта. Минимальный вес она будет 10 кг. Это минимум, что может быть. Дальше важно, как снимается люлька. Люлька снимает очень просто. Дожимаются две клавиши, дедра это правая-левая. Люлька имеет два вида основания. Либо она будет из пенопропилена, как-то она люлька, либо она будет деревянная, экологически чистый материал, а не пластик, который промерзает. И тот, и тот очень теплый. Что дерево теплое, как бы, что пенопропилен. Капюшон максимально может закрыться, что в люльке, что в прогулке. Любая мама будет мечтать, чтобы капюшон максимально закрывался. Ветер, солнце, особенно мы живем в нашем любимом Санкт-Петербурге. На лето очень важно, в кого попадает, потому что, когда на улице жарко, вы снимаете вот эту часть, отстегиваете ее. А парник не образовывается с таким капюшоном в жару? Ну, самое какое лето, опять же. Если будет лето, как в этом году, то вы просто закрыли максимально капюшон. Воздуха здесь достаточно. От солнца закрыли максимально, чтобы он не обгорел. А так можно, пожалуйста, менять на лето на летний вариант капюшона, умолить в сеточку. То есть, здесь сеточка, здесь сеточка, здесь сеточка. Он такой же глубокий будет. И сверху будет вытягиваться москитная сетка. Пожалуйста. Последний момент я у вас спрошу. Это вот мой личный ад. Мы пока еще только планируем купить внедорожник, потому что я понимаю, что седан и коляска, особенно двойная для меня, это вообще не вариант. Я со своей коляской замучилась все это дело выгружать и загружать. Это просто ужасно. И плюс ко всему, если ты загрузил коляску, люльку, либо даже прогулочный блок, в машине места больше нет ни для чего. Вот меня очень-очень интересует момент погрузки люльки и насколько они, во-первых, компактны и легко это сделать. Опять же, с погодой тебе не хочется быть грязной, нажимая все эти там кнопки, колеса прокручивать и так далее. И второе, складываются ли как-то хоть люльки, чтобы они занимали меньше места. Да, да. Вот в этом как раз варианте Bugaboo Fox выигрывает у Cybex. Ну, во-первых, смотрите, принципиальная разница в сложении. То есть мы снимаем люльку, сейчас мы не будем про люльку, сейчас я вам покажу с начала шасси. Значит, какое преимущество у Fox в том, что когда вы его складываете, у него есть фиксатор сложения. Фиксатор сложения шасси позволяет вам, когда вы шасси убираете в багажник, она у вас не расстроена. Ты моя прелесть! Вот в таком виде она у вас сложная. И если вам для багажника надо сделать ее поменьше, ее можно дослаживать. Опа! Круто! Минимум занимает место. Основная проблема коляса, когда убираете ее почти с поляса. Все грязное. Вот просто... Поэтому мамочкам одеваться в хорошую одежду это вообще не вариант. Я уже поняла, ты можешь одевать на себя мешок и с этой коляской вперед. Что касается люльки, да, если вы куда-то поехали далеко и люлька занимает достаточно много места, у люльки есть либо жесткости. Вот они. Так. Раз, и, соответственно, два. Так. Если я ее отстегну, вот таким вот образом ее можно сделать и сделать ее плоской. И прям плоско-плоско. Слушайте, это очень круто. Потому что наша она машина... Но основание в вашей люльке, основание пластика, она, к сожалению, не входит. Да, я понимаю. А малышу зимой тепло? Не в пластике, в таком материале? Да, конечно, пластиком, но основание, важно, чтобы было основание, основание либо деревянное, либо пенопропилен. Пластик все равно не держит, да? Когда основание пластиковое, конечно. В более дорогих моделях, если я не ошибаюсь, первыми стали итальянцы делать как парага пластику люльку. У них пластик внутри проложен пенопропилен, чтобы было теплее. Я понимаю. Чтобы так не замерзал. А что вот это за компактная красота? Моделька называется Bugaboo B5. Это прогулочный вариант, отдельно прогулочное колесо, которое можно приобрести отдельную люльку, ну и сделать ее с рождения. Что с такими маленькими колесиками по нашим питерским дорогам? Ну, знаете, ну вот, отличная модель, отличный вариант даже для наших дорог, для парка. Позволяет. А у них внутри камеры? В премиум сегменте, как правило, не бывает надувных колес, чтобы у вас не было проблем. Опа! Смотри, кроссик. Давай, садись. Посидишь уже. Ты устала, ты сторчешь. На ману. Давай, да. Найкрушку. Держи. Давай, наоборот. Давай. Держи. Преимущество этой модели в том, что сидение с реверсом, то есть сидение прогулочное можно поставить лицом к вам, лицом атласом. Ага. Да. И, несмотря на то, что они большие колеса, они отличная проходимость и очень хорошая мотерзация. Очень. Все четыре колеса на пружине. Очень круто. Плюс компактно складывается. Угу. Весит она на 9 километрах. Ну, она прям маленькая. Зато видите, зеленые, а передние колеса шире, задние уши. Да, вижу. Для того, чтобы, когда ребенок подрастет по весу, она была более маневрительной. Супер. Но она на самом деле вот мне к чему-то Йои напоминает. Ну, похоже, Йои просто чуть-чуть поменьше Йои там нет реверса. Йои это совсем такой именно самолет. Йои прям самолет, да, чтобы с собой взять. А это полноценная прогулочная коляска. Класс. Ну, круто. Слушайте, ну, это все реально одним пальцем. Просто одним пальцем. Эх, была бы я умной женщиной и пришла бы вам, когда была беременна. Cybex, конечно, лечается от Бугобой тем, что у него лютка будет пошире. Но я уже вижу, да, что она прям... Она, конечно, дизайн у нее, ну, такой более стильный. Супер. Очень красиво. Да, у них очень красивые расцветки. Очень красивые расцветки. Можно выбирать цвет шасси немножко другой. Поле все интересное. То есть для мамочек, которые выбирают коляску помимо функциональности выбираешь, более такой по цвету, более интересный, тут у Cybex очень большой рукой. Круто. Ну, она, правда, очень красивая. Я так понимаю, что по функционалу, в принципе, там тоже все нормально. так же легко катаются, компактно складываются. Это у них была коляска, которая складывается прямо на два колеса и по лестнице легко ее поднять? Одно. Или у кого? значит, это, в принципе, и у Bugoboy, и у Cybex. Вот. Это вариант для ступенек, вариант для парка. Опс. Вот так вот она будет, соответственно, от Cybex. И, соответственно, вот так вот она будет, пожалуй. Круто. Очень круто. Так называемый вариант тележки. Класс. Преимущество Cybex в том, что вот эта модель можно будет сложить вместе с прогулочным блоком. Но в том случае, если блок стоять для суматла. Ох, какая прогулка хорошая. Как красиво. Ну, она такая прям спинка мне нравится. Она широкая выглядит. Ну, на самом деле, у Bugoboy ширина сиденья будет побольше. Да? Смотрите, вот эта вот Cybex. Ого! Правда поширена. Побольше, побольше. Да, побольше. Учитывая, что в люльке, ну, там, в среднем с колясками вы ездите полтора, там, два года в зависимости, там, от смены сезона, да, то 6-8 месяцев в люльке и остальное время в прогулке. Прогулка, конечно, должна быть вам больше. Круто. Спасибо вам большое. Мы еще походим, посмотрим. Если что, мы тогда вас позовем. Обращайтесь. Ну что, какую коляску мы с тобой выберем, Крашик? Я голосую за Bugoboo. Двойную. Мне она больше всего понравилась. Так, крошек не выдержал, проголодался. Поэтому мы поедим. Короче, для себя я сделала вывод, что мы будем брать Bugoboo, вот эту двойную коляску. Конечно же, сейчас я ее брать не буду, потому что зима начинается, вся эта грязь слякать и так далее. И для новой коляски, да и, в принципе, наверное, для всего нового это самое-самое ужасное, что может быть. Не хочу, чтобы она у меня загадилась. Вот, поэтому эту красоту мы оставим на весну. Убью уж до конца эту, отобью, так сказать, деньги, которые мы за нее заплатили, и тогда мы уже апгрейдимся на двойную коляску. Я думаю, что моя головная боль по поводу всех моментов, о которых мы сегодня говорили, она будет закончена. А вам, что могу посоветовать, в принципе, не важно, какие бренды мы сегодня обсуждали, обращайте внимание только лишь на те моменты, которые я упоминала сегодня, вот в нашем разговоре с вами дома, говоря о минусах своей коляски и о том, что реально, пользуясь этой коляской, что для мамы ежедневно является просто головной болью. И когда вы будете выбирать свою коляску, просто вот, менеджеры, берите за грудки и задавайте все вопросы для того, чтобы для себя и в зависимости от вашей ситуации выбрать реально самое лучшее. Ну, потому что я уже по себе знаю, что нет такого идеального рецепта и одной идеальной коляски, которая вот точно всем подойдет. Такого нет. Спросите у 10 разных мам и разные 10 мам скажут, что для них лучшая коляска отличается от того, что скажет другая мама. И наоборот, идеальная коляска одной будет самой ужасной для другой. Поэтому, зная свою жизненную ситуацию, ваши обстоятельства, какой у вас дом, какой магазин вы ходите, парк, машина, багажник, я не знаю, путешествуете часто или нет, исходя из этих моментов выбирайте свою коляску. Собственно, я по таким параметрам и выбираю свою и на данный момент для меня действительно самым важным является то, что мы планируем второго малыша и я не хочу больше заниматься этим вопросом. И для себя я понимаю, что, наверное, все-таки выбирая коляску, я экономить не буду. Вот сэкономила в первый раз и поняла, что сделала ошибку. Вот для меня экономия в этом вопросе, к сожалению, не вариант, поэтому я выбираю Бугабу. Ну что ж, мы на этом сегодня с вами прощаемся. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео и вы нашли для себя полезную информацию. Ну а в комментариях пишите, какую коляску для себя выбрали вы. А если еще не выбрали, то обязательно пишите свои какие-то впечатления, вопросы, мнения. Будет очень-очень интересно с вами это все обсудить. И также не забывайте подписываться на наш инстаграм. Мы худо да бедно в нем активизировались и публикуем там наши сторис, особенно в те дни, когда у нас нет выпусков на канале. А на канале выпуски у нас по понедельникам и четвергам. Все, на сегодня мы прощаемся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok